Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хотел сказать вам дело, свечи зажигать все, когда 7 минут не трогайте, до этого или после этого. Во время 7 минут никакого движения, у нас написано в устали. Но в это время зажигаешь. Призывайте. Царю небесный, утешителю души истины, и живездесный, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю. Прийди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блажа души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше собрание и пребудь с нами, мысли наши направь к горнему. И даруй нам быть достойными жертвой Твоей. Господи, Тебе за все хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. Сегодняшнее чтение. Второе послание Тимофею Святого Апостола Павла. Глава 4, стихи с 5 по 8. Стих 5. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Видишь ли, почему апостол сказал прежде всего, чтобы он бодрствовал? Как бы так, говорит апостол, прежде чем наступить этой гибели, пока не придут волки, пострадай и добровольно, и против воли, чтобы привести овец в безопасное состояние. Следовательно, дело благовестника страдать и от себя, и от посторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда он страдает. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Когда совершается брак, то священники, согласно установлений, возлагают на брачующихся венцы. При этом венцы должны возлагаться только на тех, кто сохранил свое дерство, непорочность. Это венцы за победу над врагом на блудном поприще. Они одновременно означают, что возлагается как бы терновый венец, подобный венцу нашего Господа. Потому что в семейной жизни будет много скорбей и печалей. И сочетающихся браком ждут как бы бури, как корабль, который выходит в бурное море семейной жизни, покинув тихую пристань дерства. 1 Коринфянам 7.28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Святой Иоанн Златоуст в своих шести словах о священстве подробно говорит о великих опасностях и скорбях, которые поджидают духовного пастыря, священнослужителя. Сегодня придумали церковные награды и награждают красивыми, блестящими митрами, объясняя, что они прообразуют терновый венец Христа. И если священники так вожделеют этой награды, то есть этого тернового венца, достойного всяких наград и вечности, то они должны помнить слова блаженного Феофилакта, что этой награды, этого венца, то есть митры, легче всего достигнуть через проповедь обличающую, запрещающую, питающую. За такие проповеди тебя обязательно будут гнать, и ты будешь на грани мучениства даже в мирное время. Следовательно, дело благовестника – страдать и от себя, и от посторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда кто страдает. Через проповедь, приносящую страдания, пастырь действительно сочетается с вечным женихом Христом и получит нетленный венец, даруемый женихом своей невесте за ее верность. Святитель Феофан Затворник говорит «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Матфея 10, 32 Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш, Иисус Христос, есть Единородный Сын Божий и Бог, который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, вошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых, что Он послал Духа Святаго на святых апостолов, силу Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, правильным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, запечатлей их в сердце своем, и будь готов, не боясь никакого человеческого лица, заявить, что так, а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Сограждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед людьми, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Знаете ли вы, возлюбленные братья, за что хотят погубить меня? За то, что я не приказал стлать перед собой богатые ковры, что никогда не хотел я одеваться в золотую и шелковую одежду, что я не унизился до того, чтобы удовлетворять жадность этих людей, и не держал стола открытого для них. Племя Аспида всегда господствует. Осталось потомство у Изавели, но и благодать подвизается с Ильею. Иродиада тоже здесь. Иродиада все еще пляшет, требуя головы Иоанна. И ей отдадут голову Иоанна, потому что она пляшет. Христос со мною. Чего я устрашусь? Его Евангелие в руках моих, посох, на который я опираюсь. Вот где мое прибежище, вот моя пристань души моей. Бури на меня воздвигнутые, море на меня низвергнутое, неистовство государей и сильных мира. Все это для меня не более паутины. Святой Иоанн Златоуст. Стих шестой. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Толкование. Не сказал я, приношу себя в жертву, но сильнее, ибо в жертве не все приносится Богу, а жертвенное возлияние вина все было приносимо. Седьмой стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Толкование. Для чего Павел теперь превозносит себя за это? Он не превозносит себя, но утешает ученика, чтобы он не скорбел за него, потому что Павел, как достигший благого конца, отходит к венцу. Подобно тому, как отец перед смертью, утешая сидящего перед ним и плачущего сына, говорит ему, не плачь, чадо, мы прожили хорошо, мы воздвигли трофеи, царь оказывает нам свое благоволение, и ты будешь славиться моими делами. Очевидно, отец говорит это для того, чтобы своими похвалами внушить сыну, легче переносить разлуку с ним. Так и Павел утешает здесь Тимофея, оставляя свое послание, как завещание. Подвигом добрым я подвязался, посему и ты прими его на себя. Итак, Павел, где узы и оковы, там и подвиг добрый. Да, по тому самому, что он совершается за Христа. На обыкновенных зрелищах люди состязаются в течение многих дней и на одну минуту получают венец. Здесь же навсегда подвязавшимся слава. Поэтому подвиг добр, то есть приятен и славен. Апостол совершил дело благовестия от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Прошел таким путем, преодолевая бесчисленные препятствия смерти, казни, бедствия, как бы имея огненные крылья. Много было такого, что покушалось отнять у него веру. Угрозу, угрозы, смертной опасности, соблазн удовольствий. Но он устоял против всего, будучи бдительным и наблюдая за подкрадывающимся похитителем веры. Восьмой стих. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он их. И не только мне, но и всем возлюбившим явления его. Толкование. Довольно для утешения того, что было сказано. Но здесь он прибавляет еще и о наградах, чтобы тем более поддержать ученика. Не следует, говорит, печалиться, скорбеть, потому что я отхожу, получишь венец. Правда, и здесь также апостол называет вообще добродетель. Не сказал даст, но воздаст, как нечто должное, как долг. Будучи праведным, он, несомненно, определит воздаяние за труды. Так что венец по праведности должен принадлежать мне. Здесь апостол ободряет и самого Тимофея. Ибо если всем воздаст, то тем более тебе. Кто же любит явление его? Тот, кто делает достойное этого явления. Так что кто не делает, тот, очевидно, не любит его. Напротив, ненавидит его, чтобы не получить достойное по своим делам. Явление называется так потому, что является горе и воссеевает свыше. Прежде всеобщего явления есть еще другое явление, в котором Господь открывается людям достойным, а не миру. Вот снова говорит Господь, мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Иоанна 14, 23. Богу нашему слава в веки веков. Аминь. Сегодня действительно нас довольно мало. Что удивительно, сегодня же еще и праздник. 14 января, обрезание Господне. Всех с праздником и с воскресеньем. Погода нас продолжает удивлять, поэтому будьте осторожны, берегите себя. Местами настолько скользко, что просто невозможно идти. Катишься, летишь, тебя ветром несет. Как на погибель на затылке. Я вчера сам уработался до вечера. Просто была такая необходимость. И была такая вероятность, что и я сегодня не приеду. Но Бог так устроил, что я домой сегодня вообще не попал. Так что мне близко сюда было. А то если бы я домой уехал, скорее всего, уже не доехал бы сегодня. Ну, так что слава Богу за всем. Хочется, давайте поговорим, кто у нас больной. Многие у нас в дороге сегодня путешествуют. Ангелы-хранители им и говорили уже. Кто болеет, у кого какие дела. Кто скажет, кто у нас за больных. Скажите. Я всех поблагодарю за молитву. Укол мне сделали. Все прошло нормально. Но у меня затмение в глазу. Надо идти в хирургу. По лазарю нужно очистить это затмение. Помолитесь. Многие господи. Ну, глаз. Глаз дело серьезное. Ну, просите меня, Христа ради. Да, по лагии господи. Кто еще? С Виктором Андреевичем. Кто знает что? Ну, дай Бог выздоровления. Дай Бог нам еще брата здесь дольше видеть. В здравии, духовном и телесном. То еще что у нас. Ну, молимся за болящих. Помоги им Бог. Повторись, что в 18-го в 4 часа. Вот, Севастьян сказал, чтобы еще раз. 18-го накануне крещения. Богослужение в 16 часов. А если соберемся, можно сходить 19-го туда на лоб. С духом. Надо только собраться. С этой. Сегодня мы на проповеди слышали имя Иисуса Христа, как наш меч всепобеждающий. Мне по неволе вспомнился случай со мной. Ну, в общем-то, я его всегда помню. Не лишний будет еще раз вспомнить. Два года назад, ровно два года назад, на Рождество, у меня был звонок от одного человека, который знает меня, и, возможно, знаю я его. Но дело в том, что он не назвался по имени. Я у него спрашиваю, говорю, я тебя не узнаю, кто по голосу. Ну, мы где-то когда-то с ним работали, и вот у него голос очень грустный. Я, говорит, не знаю, как дальше жить. Я говорю, что такое, что случилось? А я, говорит, голоса слышу. Откуда-то непонятно, то ли изнутри. В общем, в голове у меня голос звучит. Ну, я уже понял, что ко мне по духовному вопросу. Часто такое бывает. Я говорю, что, что за голос, что он тебе говорит? Да он мне постоянно повторяет, иди повешайся, иди повешайся. Я говорю, все понятно. Что, говорю, что, какая причина? Ему, видимо, самому было достаточно тяжело это говорить. Но, тем не менее, раз уж обратился, выкладывай все. Он говорит, да вот, на мне, говорит, столько грехов. Ну, ладно, грехи, говорю, на нас, на всех. Без греха был только Христос. Христос, что у тебя, что тебе тяготит? Почему тебе, говорю, голос-то зовет? Да, наверное, говорит, потому что я же много людей убил. Я говорю, как так? Ты меня аж чуть не упал. Как ты, говорю, что случилось? Так я же, говорит, воевал, снайпером был. А, вот оно что. Я говорю, ты поучаствовать где-то успел? Да, я же, говорю, участвовал. Все, ладно, дальше я не стал расспрашивать. Я говорю, все понятно. Ты понимаешь, что тебя бесы крутят? Ну, наверное, понимаю. Ну, так вот, против бесов, говорю, у нас одно оружие. Иисуса Христа призывай. Я говорю, ты можешь перекреститься? Такое короткое молчание в трубке. Нет, говорит, не могу. Я говорю, а что такое? Говорит, рука не поднимается. Я говорю, правой рукой можешь перекреститься? На лоб, на живот, правое плечо, левое. Нет, говорит, вообще рука отнялась. Хорошо, говорю, повторяй за мной. Господь наш Иисус Христос. Он повторяет. Истинный Бог и Спаситель мой. Повторил? Повторил. Я говорю, сгиньте, бесы, за меня Господь мой пролил свою причистую кровь. Повторил? Повторил. Я говорю, попробуй теперь перекреститься. Буквально через секунду такой возглас. Получилось, говорит, как будто рука ожила. Я говорю, ну вот, видишь, ты, говорю, на руке там гроздями, наверное, сидели бесы. Он на меня, говорит, ты, наверное, волшебник. Я говорю, да перестань. Я говорю, тебя Господь спасает наш Иисус Христос. Я говорю, везде призывай имя Иисуса Христа. Все. Но мы еще немножко поговорили. Ну, явно у него было облегчение. Больше он не звонил. Не знаю, я как-то его потерял. Церковь-то направила ему? Конечно, конечно. Да, я говорю, ты дома молись, в храм ходи. И не забывай, что Господь наш Иисус Христос спасает нас. И все, что вокруг нас происходит, тебя бесы будут тащить вот куда угодно, лишь бы тебя затащить к себе, к преисподнюю. Ну, насколько дошло, не знаю. Ну, если он на себе почувствовал, ты даже физически, наверное, что-то пронял. Поэтому помним, что Господь наш Иисус Христос, истинный Господь наш. Уже чудо, что на тебя он вышел. Это Господь милости. Да, в общем, я тут чудо особого не вижу, потому что я со многими людьми общаюсь, и многие меня видят, и, естественно, сразу выделяют. Иногда настолько, что даже мне как-то аж самому удивительно. Хоть я в школе работал, люди обращались ко мне, хоть где-то на стройке, на заводе, все равно ко мне подходят, начинают расспрашивать. А год назад мне даже пришлось, ну, как скажем, пришлось, я прочитал людям проповедь. Люди сидят в курилке, представляете, так же на Рождество, ну, накануне Рождества. Один товарищ там у нас, ну, очень любитель выпить. Настолько любитель, что даже остальные любители выпить удивляются, потому что он все время пьяный. Вот у него не бывает дня и часа, чтобы он не был пьяным. Если он чуть протрезвел, он идет, обязательно по новой себе добавит порцию. То есть 24 часа в сутки, как говорят, сейчас там 7 на 24, да, то есть он все время пьяный. И вот он на меня, и он на меня все наезжал. Ты, говорит, пришел к нам работать, тебе нужно, как это, прописаться называется, то есть нужно проставиться. Я говорю, нет, извини, я этого не касаюсь, но я говорю, могу тебя, я могу тебе рассказать о Христе. А он, окажется, верующий. Да я, говорит, это все знаю, что ты мне будешь в пургу гнать. Да нет, нет, говорю, раз ты знаешь, тем более тогда давай другим расскажем. А, ну давай, давай, говорит. Вот я говорю, прочитаю Евангелие, и мы поговорим. Хорошо. Главное, он так это поддержал. Ну, давай, давай, говорит, посмотрим, как ты. Я так удивился. Я думал, он будет отнекиваться. Хорошо, беру Евангелие, выхожу в пурюку, на роду сидит куча, намного больше, чем нас сидит. Там плотно было, дым стоит. Я говорю, так, друзья, мне велено вам рассказать о Христе. Слышали? Ну и все так сразу начали головы прятать. Ну, кто-то, наоборот, на меня смотрит, шею вытянула, кто-то, наоборот, голову втянул. Я открыл Евангелие, прочитал отрывок. Причем я не готовился же к этой проповеди. Просто наугад открываю Евангелие. Разговор был о Самарянке, где Христос разговаривал с Самарянкой и о живой воде. Часто так было, да. Я им прочитал, поговорили. И вот пока я им рассказывал, некоторые из них так раз-раз-раз начали куда-то ускользать. Как раз, как мыши, хоп-хоп, некоторые исчезли. Прям потихоньку-потихоньку. Мне даже интересно стало, смешно. А другие сидели, слушали, слушали. И, наконец, когда я сказал, ну, Бог вам в помощь. Они так начали благодарить. А некоторые были очень даже благодарны. Прям искренне видно было. Другой случай. В школе. В этом году я снова в школе работаю. Сейчас очень много прибавилось детей из Узбекистана, Таджикистана. Родители сюда едут на работу. Многие получают гражданство, вид на жительство. Но не важно. Главное, что они везут сюда своих детей. А детей обязательно нужно в школу. И вот и ребятишки бегают, особенно девочки у нас. Некоторые ходят в хиджабах. Я у других девочек спрашиваю, которые с растрепанными волосами. Ну, не с растрепанными, а с распущенными. Кто-то в косичке, кто-то так. Но с непокрытыми головами. Я говорю, а вы почему так не ходите? Да, вот мы смотрим на наших, ну, на русских. Вроде у нас так принято. Не, говорю, вот она правильно ходит. Одна девочка просто в хиджабе одно-одно только личико видно. Прям настолько хорошо все время закрыто. И говорят, вот видите, как надо. Почему так надо? И они стоят внимательно, слушают. Они сами ко мне тянутся. Ну, я в школе один такой. Да. И вот они стоят, рот разъянут. Я говорю, у вас знак на голове для ангелов. Господь сказал голову покрывать. Они, да, 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 выкивают. А с родителями разговаривал. На родительском собрании со второклассниками. Ну, тут я наоборот говорю. Ну, на уроке мы занимаемся уроком. На уроке я проповеди не читаю. Но иногда могу поговорить. Кто-то из родителей говорит. А можно иногда и прочитать проповедь. Нашим детям будет полезно. Да вы что, говорю. Ну, хорошо, хорошо. По случаю мы всегда разговариваем, беседуем. Ну, естественно, так, чтобы вместо урока устроить проповедь. Нет. Всему, как говорится, свое время. А поговорить всегда время есть. Как говорится, Богу Богову, кесарю кесарю. На уроке занимаемся уроком. Но на уроке, у нас ведь сейчас уроки, и там называются разговоры о важном. Я не классный руководитель, поэтому я не знаю, о чем говорят. Ну, говорят о патриотизме, о всем, что угодно. Но затрудняюсь сказать, что там говорят о вере в Иисуса Христа. Ну, да ладно, это остается на совести классных руководителей. А вот у меня, когда бывает возможность, тем более сами дети обращаются, всегда можно поговорить, что Господь наш Иисус Христос, наш Спаситель. Игорь Тихонович, я дальше говорил, не заметил написано было, Иван встречается, Иоанн, 68 раз. 68 дней, Иоанн встречается, а остальное там по два, по три, больше до десяти. Почему так? Ну, немцы, когда встречались с русскими, Иоанн, рус, сдавайся, Иоанн. А не, Ганс, ты сдавайся, руки погибай. Вот, понимаете, насколько мы все-таки зажаты, вот то, что сегодня есть. Я посмотрел, вот здесь, центральная газета «Алтайская правда». И там внизу, ну, большая, это как столб стоит, и на нем показаны, кто на войну ушел. Представители этой типографии не вернулись. Иван, и дальше идет, кто есть, Эммануилович, сегодня никогда. Это имена, которые до этого были. И почти все такое, простые имена, а величаются редкие имена. Мы должны все-таки как-то более обширно смотреть. Я к своему берегу грибу лодку. Мы совсем близко подошли к изданию проповеди во свете Святой Библии. Пока еще не определились, ну, примерно будет 6 томов по 1100 страниц. И размер книги будет больше в высоту и больше в ширину. Чтобы Господь, сколько мы хотели, все издали. А вот это что-то зашаталось так, невероятно. Потому что цена огромная для нас. Для того, кто много имеет, еще это не значит. Помолиться. Ничего у вас не возьмешь. Что с вас возьмешь-то? Такие же, как мы. А вот как Господь дает. Вот эти вот книги, которые лежат у меня отдельно, по сегодняшним деньгам, мне это обошлось примерно 55 миллионов рублей. Примерно 75 процентов, только даром раздали. И в долгах ни одного дня не было. Самое главное. Ну, можно хватало дело под что-то. Нигде, ни разу. За всю жизнь я не был должен. Нигде. Ну, баллов. Человек, что-то нужно было шли, а денег нет. Так вечером уже стараюсь рассчитаться. Ну, что-то такое, что я искал. Значит, относительное издание. Мы подходим к тому, что проповеди вот этой книги, они закончены были в 2010 году. А уже 13 лет прошло. За 13 лет ни одна проповедь туда не пошла. А теперь эти проповеди вылабливают. И теперь на меня выходят, а я выдаю. Вот сегодня такое случилось было одна. Я выдаю, какое надо. Я она сделала. Я ее скопировал, к себе передаю. Дальше передаю. Его надо грамматику тут все выставить. И дальше где будут слагать. Конкретно, определенно. Вот сегодня нам помогает примерно 44 человека. Я им ролики сбрасываю, я тебе сказать, проповеди, которые говорил вот здесь, как есть. А эта женщина, там уже Девора, которая принимала крещение, они смотрят, а это уже было. Я другой скидываю. Ну, бывало так. Один, потом нормально. Второй, третий, пятый. И все, выходит, что уже это сделано. А других-то у нас и нету. То есть их надо сейчас найти за это время где. Ну, сколько у нас? Примерно 210 нашли. А за это время, ну, примерно 750 было проповедей. Я сейчас, получается, батюшка приезжает, не приезжает. У меня получается в году 56 недель, 56 проповедей. А раньше я говорил, две проповеди за каждую здесь. А за неделю бывало и утром две, и вечером две проповеди. Четыре. А если праздник посреди недели, то восемь проповедей за одну неделю. Поэтому здесь тысячи проповедей. Их все забрали теперь, а отдельное переиздать, и чтобы вошли. Чтобы вы это молитесь, когда помянули перед Богом. Мы нуждаемся в этой помощи, потому что нам не посильно это. Все сделано как надо, уже корочки сделаны, корочки там, загляденье. И с обратной стороны самые важные моменты записаны. И все они разного цвета. Вот как красное, как вот здесь вот человек родился. Второе, думая о небе. А третье, это уже вторая. А третье обычно трехсомник. А третье уже престол Божий. А тут шесть. И надо к белому подойти. А теперь, раз ты это увидел, чтобы Бог дал тебе связь с небом, зеленое, потому что ты сеять должен. А теперь дело приближается к осени, желтого, и там пшеница. И последнее, предпоследнее. Такое, что надо было. Впереди как фиолетовое, такое редкое. А внизу черное. То есть прощается человек с землей. В том корочке свет. Уже все готовится. И везде специалисты нашлись. Я этого никогда бы не сделал. И вот на днях, вчера только, я не знаю, где это было. Разговор там 23 января, беседа была, в 23 году. У нас Николай Астахов такой, москвич есть. И на... Вот приезжал туда гаю ивумен, Кирилл Сахаров. Около храма Христа Спасителя у него там, на Берсине. И с ним он беседует. Видели? Ну, там где-то полтора часа почти. Сейчас 36 минут беседует. Ролик этот выставили. А теперь к нему, чтобы еще попасть и подарить книги. Подарить. Вот там, которых мы знаем, это все дарил. Вот этот комплект, он стоит 8800. Вот сегодня 10 отправляют сразу. Пока кто возьмет, там дальше нет. Это уже 88 тысяч. Нам Господь позволил это сделать. А ваша помощь, вы будете простить Господа, может быть, на вашу молитву Господь еще нам найдет кого-то. Так-то все у нас. Все те же самые болячки. Сколько можем правильно сказали, по-моему, кто в городе бывает, чтобы не упали. Надо дома поучить себя, как падать. Падать, учиться надо. Когда падаешь, не опирайся на руку, а прижми себе руку. Прижми. И ты перевернешься так, и все. Ломается от чего? Ударился, а потом что-то самое опасное, шейка бедра, если переломано, шабаш. Вот у нас Чернявская сломала. И уже назад не встают. У нас потеряет, такая, неонила. И, как правило, люди сидят с лишним весом. Лишним весом ни к чему это. И что? Ну, сделали, вставили, какая-то железка. Сказали, ой, да быстро так все срослось, все еще там. И вдруг наступает у нее момент. Вот Алексей заходил, загуляя ее взять. И у нее, говорит, там немножко было на подошве. А сейчас, говорит, от такой вот кожи слезла, она не чувствует боли. Я такой болезни не слышал никогда. Полностью не слышит боли. Ну, как так? Не знает, пока об этом даже речи нет. А думали, вернется она чуть ли не через месяц. Ничего подобного. Сильно мешает. Вот у нас брат тут был в больнице. Всегда здесь бывают. Ему сказали, пока это не уберешь, остальное еще лечиться не поможет. То есть, это надо. Я говорю, у нас тут такого вроде нету лишнего. А где есть лишнее, поговорите. Это все у нас на языке. Будьте внимательны. Чтобы падать будешь. Руку прижми к себе. А не получится. Как только падать, только сама. Сама. Думать некогда. Ну, что сказать-то. Все, что вы знаете. Я работаю сейчас по этим книгам. Как Господь даст. Чем больше будет перед Господом ходатайств, тем больше надежды, что все-таки получится у нас опять. Все. Брат Виктор Савченко просил поклон передать и всех поздравить с Рождеством Христом. Они живы, здоровы. Слава Богу. Написывают все время ролики детишки, снимки, поют, играют на инструменте. Спасибо, Христос. А к чему сейчас сидим? Тебе сколько лет? А отчетки не будет сегодня? Что? Не будет брата Игоря-то? Не будет. Видите, что меня с лево становились? С права вносить, с лево девочки, молодежь. Да, достойно прочитай, да. Достойно есть церковь истину, вложите Тя, Богородицу, честно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву, одеяния рук, как жертву вещей, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Мы взываем о незаповедавших. Коснись их сердец. Дай им твердо поверить в то, что покаяние возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Помоги нам, Господи, в издании книги, проповеди во свете Святой Библии. Тебя слава и хвала, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. С миром Божьим. Закройте вот здесь все. Там материя есть. Так, с кем идешь, что ли?